В прошлом году Анастасия Чернобровина тайно родила второго ребенка. О появлении на свет сына Игоря ведущая «Утро России» рассказала лишь спустя семь месяцев. Телезвезда объяснила, почему так долго скрывала важное событие. Анастасия Чернобровина не афишировала ни первую, ни вторую беременность. Только если о рождении старшего сына она рассказала спустя месяц, то о появлении второго малыша молчала больше полугода. Счастье любит тишину. Во время беременности стараюсь укрыться в своем коконе, объяснила телеведущая. И пусть весь мир подождет. Зрители на время меня потеряли, но ненадолго. После рождения малыша, через месяц с небольшим, я уже вернулась на работу. Ведущая «Утро России» не смогла сидеть в декрете из-за накопившихся дел и энергии, которые хоть отбавляй. Когда собралась рожать, у меня обнаружился ковид. Все было как во сне. Ребенка после родов сразу забрали, и я его увидела, только когда получила отрицательный тест. У меня были мысли посидеть в декрете. Но муж, зная, что я начну чахнуть без работы, говорит, у тебя столько энергии. Нам дома столько не надо. Выходи на работу, мы все успеем. Если очень захотеть, все можно совмещать. Сейчас я вижу, что работа мне никак не мешает быть фанатичной мамой, добавила Анастасия. 45-летняя Чернобровина успевает и детей воспитывать, и карьеру строить. По словам телезвезды, никто из близких не предъявляет ей никаких претензий. После эфира бегу домой и зацеловываю сыновей. Каждую свободную минуту, каждый час, каждый свободный день, я с моими мальчишками. Если женщина реализована, успешно, то она приходит к ребенку счастливая, удовлетворенная и отдает ему максимум тепла, любви и заботы. Старший тоже это чувствует. И потом, родители для него, живой пример. Он видит, как много мама и папа работают, понимает, что не так просто все в жизни появляется, относится с уважением к нашему труду. Как правило, дети моих бесконечно работающих друзей, подрастая, очень гордятся своими родителями, много учатся и рано начинают работать, заключила ведущая.